Души, которые сегодня в такой мощной симпонизации были. Я их благодарю за то, что была вместе с вами. Потрясающее сегодня путешествие было. Во-первых, я хочу отметить музыку, как мне показывали, как она действует и воздействует. Именно звуки музыкальных инструментов. То есть, получается, звук поющей чаши, он как будто выравнивал структуру тела. То есть, синхронизировал все внутренние органы, клеточки. И вот именно этот звук поющей чаши, он выравнивал само тело, наш аватар. Потом звуки колокольчика. Я не знаю, как это называется, но там очень много колокольчиков, колокольный звон звучал. Маленьких. Они такое ощущение, что они пробуждали спящие клетки, пробуждали нейроны спящие. То есть, такое зажигание было. И потом остальные звуки, которые были, они как бы их сразу втягивали в работу, в синхронизацию, в структуру. Звук гонга, вот это такой мощный удар. Во-первых, это сразу такая синхронизация была. Вот сейчас немножечко про глюкофон, да, такая мелодия нежная. Глюкофон называется это? Да, да. Звуки глюкофона, они воздействовали так, как растворяли границы нашей формы, сейчас, да, нашей земной формы. И, можно сказать, просыпалась форма души, то есть, можно было почувствовать вот эту вот широту, необъятность. И вот такое растворение было. То есть, даже было такое, что открывались вот эти потоки, и мы из земного плана переходили в планетарные планы, в галактические частоты. Вот именно под звуки глюкофона. А звук гонга, он как бы немножко возвращал, потому что все-таки мы здесь сейчас на Земле, у нас здесь определенное воплощение, мы здесь проявляемся, чтобы мы далеко не улетали, как гонг, такое ощущение, что он, как бы, пока наше сознание было в потоках души, напитываясь этими кодами, то гонг возвращал и как бы притягивал эти коды в это пространство, в это тело. И такое ощущение было, что он, вот этот звук гонга, он именно синхронизировал все пространство, все-все-все, вот все частоты, которые происходили, и все коды, которые мы захватывали. Потом, также сегодня было усиление, не знаю, как другие расскажут, но я почувствовала сегодня усиление каналов ясночувствования, ясновидения. Ясновидение сегодня очень мощно открывалось, и сегодня какая-то новая глубина открывалась, потому что не было у меня конкретно каких-то связанных именно с моим воплощением, то есть мне просто показывали, как работает по-новому ясновидение. То есть появлялись картинки людей, предметов, вплоть до того, что можно было через свое сознание, я появлялась в каком-то пространстве, и, например, лежала газета на столе, я приближалась, я могла прочитать текст, то есть такое какое-то астральное видение, что не так можно назвать, потому что я не была на каких-то других планетах, я была именно на Земле, и вот я смотрела, что включаются, так как у меня, ну, у меня развиты каналы, но сегодня была какая-то новая глубина, и показывали, что эти коды спускались для всех, то есть для всех, кто находился сегодня в этом пространстве и участвовал в погружении. То есть вплоть, я же говорю, можно было текст прочитать, если образ человека приходил, то можно было до такой степени приблизиться, что можно было увидеть мимику на лице, то есть мельчайшие детали. Также можно было увидеть, то есть показывали, что можно было приблизить предмет и погрузиться прямо в атомарный слой, то есть до такой степени раздвигали это, то есть можно было погрузиться в структуру энергетическую и атомарную, даже в слое мельчайших деталей. Вот. Ну и вообще после, во время сессии и вот сейчас, да, такой мощный прилив энергии, такое очень бодрое состояние, у меня сознание не выключилось, я не заснулась, все время была здесь, но состояние было такое, пред, то есть частота нашего мозга, получается, переходила в тета-режим, и можно было подумать, что я сплю, но я так не сплю, потому что очень мощная работа происходила, то есть я все фиксировала, что происходило, вот, такие интересные, конечно, подачи были. А, еще мне понравилось, я сегодня с повязкой была, чтобы у меня не проникал свет мне в глаза, мне, ну, хотелось такого глубокого погружения, и всегда для того, чтобы глубоко погрузиться, я всегда использую повязки какие-то. Вот. И, значит, сначала, как только сессия началась, сначала был темный экран такой у меня, и через какое-то время вспышка света, то есть у меня уже не было темно, у меня было светло, несмотря на то, что у меня была повязка на глаза, вспышка света, и она такими переливами золотыми сначала на глазах была, это вот как раз началась активизация ясновидения, канала ясновидения, то есть сначала я просто видела то, что у меня на внутреннем экране происходило, И потом такая активизация эфирного астрального тела, что я как вылетела, и вот полетела именно, как я уже дальше рассказывала, то есть показывали картинки, как можно было приближаться, рассматривать все, смотреть, и можно было, но сегодня я это не делала, но как бы была такая внутренняя подача мыслеформ, что можно в таком процессе, вот именно раскачки, да, и сновидение задавать вопросы, и тогда будет конкретно тебе еще показывать. Потому что когда я была в комнате, да, ой, а что это, у меня был такой фокус внимания, что это за газета, раз приблизилась, там прям текст был написан, раз прочитала, так, а что это за предмет, раз приблизилась к предмету, то есть сегодня очень интересная работа именно с активизацией и углублением канала и сновидения было, не знаю, как у других, отметили они это, послушаем других, как у них было. Вообще мощная работа, благодарю вас за синхронизацию, а еще также, а, да, еще хочу немножечко сказать, было на внутреннем видении, наша структура показывалась, вот, такая кристальная, такие огонечки, кристальная структура, очень живая, и показывалось, что все пульсируют, и так как вот по типу, есть такой закон синхронизации, может быть, ну, тот же эффект сотой обезьяны, да, как ты говоришь, когда метроном двигается, и когда ставятся несколько метрономов в ряда, они начинают синхронизироваться и начинают в одном направлении работать. Вот сегодня сначала показали, да, такие точечки, мы все соединились, и пульсация у всех, ну, как бы, один вот так пульсирует, другой там быстрее, кто-то медленнее, у кого-то слабая пульсация, световая, у кого-то сильнее, и в конце показывают, как все в одном ритме, вот в таком вот, в одном ритме пульсация одинаковая, яркая, и в одном ритме, в одном направлении пульсировалась. То есть такая очень мощная синхронизация сегодня была, поэтому думаю, что именно канал ясновидения, вот раскачка глубина, наверное, у всех произошла. Коды, то есть, по крайней мере, коды все в себя загрузили эти. Вот, благодарю вас. Ниночка, благодарю, это просто шикарно развернутый ответ. Если там тебе какие-то рисунки или коды пришли, ты, пожалуйста, тоже поделись. Значит, а я сейчас тоже скажу вот сразу, чтобы по ходу твоего уже комментария, а ты тоже просканируй, так ли это или не так. Ну, в принципе, то, что ты сказала, просто удивительно, какой синхрон. Значит, смотри, что у меня было. Ну, после нашей синхронизации общей, понятно, да, нас очень сильно раскачивали, очень сильно прямо вышибали, вот все, что не нужно, все вышибали, прямо с треском вылетало вот из структур, все негативное, то есть, вот как была задача очистить поля, да, убрать все негативное, я тогда сказала еще, стереть, да, негативные программы. Их действительно стирали просто, вот я телом чувствовала, как стирали негативные программы, убирали прямо вообще. Вот они речели во все стороны, все. И после этого, значит, была активизация кристалла, я как поняла, это был активизирован кристалл души, да. Я могу ошибаться, но то, что мне показали кристалл, вот так, как тебе, да, точно так же. То есть были, может быть, у кого-то разные были кристаллы, может быть, в ладонях, но мне показали именно вот главный кристалл, кристалл души был активирован. И мы, да, мы действительно, мы зажглись прямо как огонечки. Раз, 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 и все, единое целое. И очень мощный поток был объединяющий, настолько мощный, что я просто и думаю, боже, хоть бы люди выдержали этот поток. Мне кажется, что выдержали, ну, почувствовали все этот такой мощный, золотой, золотисто-белый объединяющий поток. То есть нас действительно синхронизировали, вели в одно пространство. И что получилось дальше? Я чувствую, у меня просто по глазам идет линия. То есть, во-первых, меня водили вот так и четко вот так, ну, настолько четкие ощущения по глазам. Вот как ты говоришь, ясновиднее, да, но у меня по глазам четко. То есть, во-первых, у кого проблемы со зрением, я думаю, что после этого сеанса они должны заметить улучшение. И показали мне, значит, что я, ко мне приближаются ноты. У меня всю жизнь проблема видеть ноты, да, то есть я пианистка, но я очень плохо вижу ноты. И поэтому играю по слуху. Вот. И, короче, мне показывают ноты, и они так раз ко мне приближаются. Я их вижу. Вот то, что ты говоришь, точно так же. То есть я увидела. Значит, были, что еще по ощущениям? Были активированы, кроме ясновидения, были активированы ясно-чувствования у людей, ясно-понимание. Сейчас еще. Что-то было еще. Еще немножечко тоже скажу. Очень в процессе, но я просто очень много, за это время очень много всего происходило, потому что что-то из сознания вылетает, но все внутри остается. Вот ты сказала, что там было ясно-чувствование, да, чувствование тоже, глубина такая открылась. И очень мощно в определенное время, где-то в середине, наверное, вот очень мощно активизировались энергоканалы на ладонях. Вот целительские показания, поэтому вот люди могут потом попробовать, как с ними поработать, то есть направить ладони там на какие-то места проблемные, потому что очень мощно завибрировали ладони, и прям была активизация, я прям почувствовала, что энергоканалы прочищаются, прочищаются и активизируются. Вот тоже еще раз такое. Да, да, немножко небольшое. Про это и хотела сказать, а вылетает, понимаешь, если бы была запись вот то, что ты вот по ходу думаешь, да, ты бы не забыла. Мы потом еще соединим, там файл зайдем, можно будет посмотреть, что еще. Да, были, потому что я ж чувствую, я ж держала как раз ладонки, думаю, я ж чувствовала эти кристаллы на ладонях, то есть они были активизированы. Надо будет потом рассказать, как ими пользоваться. Меня давным-давно активизировал Архангель Михаил, лет 15 назад, наверное. Вот. Что еще? Зрение. А, и шли, да, новые коды шли. Буквально каждому шли новые коды. Ну, в общем, рассчитка, рассчитка, наверное, позже придет и, как это, распаковка тоже для каждого. Поэтому, пожалуйста, кто присутствовал, наблюдайте за собой, потому что будут идти изменения настолько стремительные, что вы можете их просто не заметить. Но любое изменение замечайте, записывайте, потому что вот с этой маленькой точки, где вы это увидите, почувствуете, начнет раскручиваться вот новый виток, и вы войдете в новое, в новую себя, в новое, короче, свое новое пространство. Замечайте все, и вот в эту точку, где произошла активация, входите в нее как файл, раскрывайте. Как это? Господи, по-русски забыла. Короче, раскрывайте его, чувствуйте, ощущайте, потому что он будет дальше распакетировать. Больше забыла русские слова. Ну, ладно. Так, Ниночка, благодарю тебя, все в записи. Кто еще? Девочки, выходите на связь, я не понимаю, как пользоваться этим экраном. Я вас всех целиком не вижу, у меня только список. Здравствуйте, я Алена Альцовича, Людмила Юрова. Я с вами первый раз в этот раз. Сейчас вы на этом этапе. Ну, что-то меня толкнуло, я зашла уже немножко после первой вашей практики. Я думаю, да, я попробую. Вместе с вами поучаствовать. Вот. И что я могу сказать? Вот сейчас все, что вы сказали, я это все могу подтвердить, потому что я сомневалась в том, что он не приходит. Ну, то есть я думаю, ну, что-то игра ума какая-то идет, или я сижу тут что-то придумываю. Ну, буквально, когда ваше слово, оно меня отбывает, потому что в самом начале практики у меня пошли такие мысли-пакеты. Я так отслеживала, думаю, это я говорю, или это мне не приходит. Ну, то есть вот прям шло буквально вот так вот. Вот сейчас делаем то, сейчас делаем это вот. Сейчас вот такая загрузка, сейчас выбираем там негативные программы, сейчас улучшаем зрение, сейчас актуируем каналы, там, сердечные чакры, я ощущала эти места в теле, отслеживала. Сейчас работаем со зрением, сейчас еще что-то. Ну, вот прям это интересно. А для меня это, конечно, необычно, вот, потому что я еще никогда не относилась к людям, которые себя чувствуют особенно там или видят. Активизация канала всех знаний, всех знаний, всех чувствований, соединения со своей высшей сутью, со своей духовной семьей. Затем во время вот этих колокольчиков тоже отнесла особое такое затествие, потому что у меня в ладонях пошли покалывания. Потом пошли слезы, и когда у меня было встало, у тебя будут еще выходить какие-то твои боли, не пугайся, принимай их, какое-то время это будет идти. Также загрузили пакеты какие-то, которые будут распаковываться в течение какого-то времени, ну, примерно месяца, как сказали. И потом стала рудить сильно в сон. Что-то прям вот хотелось лечь, закрыть дозан, и я вот так себе делала это. Потом мне захотелось двигаться, то есть там с позвоночником поработать, поклонность совершать. Вот, и в конце, а, да, ну, еще были такие световые эффекты. Поначалу как будто бы, вот, можно сравнить, начало медитация, это была ночь, и какие-то сколохи пошли, там, фиолетовые разные цветные. Потом пошло как будто бы рассвет, утро, взошло солнце, и потом уже был такой, были умения, как бы ровный свет. Вот, ну, в самом конце, и в конце уже, уже не было ни мысли, ничего, вот, просто какое-то состояние внутренней тишины. Вот, ну, когда там не стало выносить опять какие-то бытовые вещи, какие-то воспоминания там пошли, то я вчера по телевизору смотрела. Ну, я перешнулась в это состояние. Вот, ну, интересно. Большое спасибо вам за практику, для меня это, как бы, такой новый опыт. И благодарю вас за то, что... Людочка, я благодарю тебя, благодарю за то, что ты присоединилась. Я понимаю, что у тебя и так со временем не очень, но ты нашла время, и напрасно ты говоришь, что ты не чувствуешь. Когда я проводила с собой сеансы, то ты все прекрасно чувствуешь. Просто сейчас вот эта сессия для тебя новая, и ты, как бы, ну, только вникаешь, как это все происходит. Ну, я вообще в восторге от твоего отзыва, что такой синхрон. Я тебя поздравляю. Дальше будет больше. Поздравляю тебя. Спасибо, Леночка. Спасибо. Так. Таня Мышкина, да? Танечка, микрофон. Ближе к микрофону. Слышно? Ближе к микрофону. Наушники, давай наушники. Есть наушники? Ну, не знаю, что-то. Либо ближе к микрофону сиди, плохо слышно. Ну, видно, здесь звук не очень хороший. Вот сейчас вот хорошо, когда ты близко к микрофону. Ага. Ну, что сегодня? Сегодня я так же вот чувствовала, да? Я думала тоже, думала, может, я это все придумала. Но вот когда послушала вот вас, и это действительно, что сегодня работали со зрением у меня точно. Вот, далее, ну, вот, ну, в общем, сюда вот в области головы. Я чувствовала такие ощущения. Потом ноги у меня прям в холоде были. Такое ощущение, что там обдувалось там что-то в ногах. Ну, весь позвоночник я синхронизировалась вот с Леночкой. И также у меня вот шея и все, голова тоже крутилась, вертелась. Потом мне захотелось, захотелось вот опять наложение рук сделать, ну, на некоторые места. Но это было совсем мало сегодня. Ну, вот, далее. Далее что еще? Далее, да, у меня вот приходили такие картинки, что можно мыслями, мысли посылать другим людям, если им надо лечить людей на расстоянии. Потом, что можно считывать людей, да, знать их запросы, что хочет душа, чтобы правильно общение налаживать и запросы людей выполнять, а не просто разговаривать. То есть понимание вот это вот людей, то есть считывание на уровне души. Так, ну, что еще? Ну, и чувство, что меня, да, очищали. Прям, ну, какая-то чистка была, да, что-то с меня слетало, как Лена сказала. Да, вот было такое чувство, да, что вот что-то вот слетает определенно. Ну, и, знаете, в этот раз вот я прям что-то вот зевала. Вот прям зевота какая-то у меня периодически была, хотя спать-то мне не хотелось, но выходила, да. Ну, видно тоже, это как признак очищения. Ну, вот сегодня так. Благодарю. Ну, энергии были, конечно, вообще другие, как было в прошлый раз, но не похожие, абсолютно не похожие. Да, Танечка, благодарю тебя. Вот с каждым разом у тебя более четкое видение процесса, что происходит. Когда ты первый раз пришла, ты вообще не понимала, о чем вы видите. В общем, ну, здорово, все так и сходится, да. Видишь, вот мы, чем важны наши вот эти обсуждения, потому что мы понимаем, насколько мы мощно уже синхронизируемся. А когда мы синхронизируемся, процесс просто с космической скоростью начинает проходить. Те же самые активации, открытие каналов, развитие способностей, в общем, все-все-все, то же самое квантовое исцеление, потому что в одиночку можно справиться, но очень долго и нудно. А можно все это сделать ускоренно вместе? Так, давайте, кто там следующий? Елена, можно я расскажу? Это Лидина, я не вижу, но я камеру не буду. Хорошо, хорошо. Я буду так говорить. Знаете, я сегодня очень мало спала ночью. Легла вчера, никак не могла уснуть, потому что у меня идеи такие были хорошие. Вот, и когда я села уже на эту сессию, меня начало так качать, вот, как будто я в сетке лежу, и меня вот так вот, вот, просто туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда таскает, меня аж тошнить стало. Я пошла на диван, легла, и вот до сих пор меня... я уснула немножко, но меня до сих пор, как будто я в сетке, вот, качаюсь, 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 и даже еще вот эта вот тошнота вот не прошла. Вот такое я ощущение получила. Ну, рада. Людмила, уходят блоки. Вот Татьяна сказала, что, значит, зевота, да, во-первых, это расслабление, это просто... А вот что еще забыла сказать. Значит, было пробуждение внутриклеточной памяти, вот это четко я сейчас вспомнила. Стирание старых программ, вот прямо, вот просто их сметали. Вы почувствуете, что вы будете сегодня, с сегодняшнего дня у вас будет другое восприятие. То есть старые программы просто улетели, их аннулировали. И пришли новые коды, и вот Татьяна говорит, там идет шло, буквально загрузка, активация отлеточной памяти, и вот это внутреннее расслабление, то есть клетки ваши, ваше тело отпускало старые программы. Вот это зевота, это действительно освобождение. Да, Нина, скажи, пожалуйста. Да, и еще вот насчет покачивания хочу немножко доколнить. Это для того, чтобы мы пользовались своими сверхспособностями, своим сверхчутственным восприятием. Это, вот это ощущение покачивания, это ощущение потока, поточного состояния. Мы только в поточном состоянии можем активировать и свои вот такие новые коды, новые энергии Земли проявлять. Но когда и вот это состояние потока, оно поначалу, особенно если редко в нем пребываешь, можно прямо ощущать вот такую раскачку, покачивание, но потом, чем больше, чем чаще происходит дотоптация тела, мы уже не ощущаем, просто мы чувствуем это такое внутреннее движение, потому что у нас все движется, вокруг энергии движется, ничего нет такого, что стоит без движения. Даже те же столы, стулья, которые нам кажется, что не движутся на атомарном уровне, там тоже происходит движение. То есть энергия на энергическом уровне тоже есть движение, и движение есть везде. Поэтому вот это покачивание, это просто такая расчитка сознания, вот этого состояния потока, в котором мы можем творить. Но оно со временем должно адаптироваться, чем чаще, чем больше погружаться в это, тем будет меньше ощущений таких вот именно до тошноты, как вот Людмила сказала. Да, да. Поэтому это нормально. Людмила, просто надо выпить, держать водичку с лимоном рядышком, потому что это идет освобождение тела от программы, закачка новых, поэтому тело будет по-любому реагировать. Почему и говорится, не кушать. Вот знаете, как в дорогу говорят, не кушайте в дорогу, чтобы не тошнило. Так и мы вот путешествия отправляемся, не кушайте перед тем, как мы погружаемся, чтобы вас не тошнило. Тело будет штормить. И оно будет отвечать. Просто водичку перед сеансом, руки, ноги помыть после сеанса, и в течение сеанса вам штормит после сеанса водичку с лимоном. Чтобы ваша печень тоже, там же процессы ускоряются, кровь очищается, там лимфа начинает ходить. Там вообще показатели, если вы сейчас замерили показатели свои по здоровью, ваша кровь совсем другого качества сейчас. Понимаете? Просто у нас этих нету показателей, но это можно вот чисто даже считать. Вот мы научимся считывать, каждый из вас, да, вы будете считывать показатели своей крови. То есть у вас совершенно другого качества сейчас кровь. Конечно, будет тошнить, потому что идет очищение. Спасибо большое. Спасибо большое. Девочки, выступайте. Я не вижу, кто там как. Выступайте, начинайте просто говорить. Я хочу сказать. Да, я была с вами в общем потоке, и все вот чувствовала, все, что каждый сказал. И ясно, да, было прям сразу, энергия почувствовалась в третьем глазе. И я увидела свой внутренний экран, пока на нем я ничего не вижу, что-либо такого ясного. Но какой-то были такие проблески, как какого-то внутреннего кристалла видения. И сегодня работа была с позвоночником, и я сегодня сама накладывала себе руки сначала на свой фантом. Я его представила над собой, а потом уже где была возможность, потому что была очень такая сильная энергия в руках. И в копчике у меня, я так поняла, у меня травма была в детстве. И я ту вот ситуацию, которая в детстве была, когда я упала, я ее сейчас пыталась в этот момент перетрансформировать и сделать по-другому. И ясно чувствование, и вначале я видела просто такую темную фиолетовую энергию, а потом, да, как рассвет. Это была такая сфера интересная, и меня как бы в нее затягивало. И тогда я тоже увидела нас всех, как вот светящиеся точки, в синергии, в таком вот едином мощном потоке. И в конце я как бы задавала вопросы и хотела почувствовать именно энергию, потому что мне шло сразу как бы в ответ. Ты же в теле, почувствуй через тело эту энергию. Все благостно, все красиво. И очень классно, что мы вначале сделали вот такую практику, продышали с йони. Потому что в самом начале я чувствовала, было состояние такой вот безусловной любви, оргазмичности в теле, расслабленности. Вот именно принятие себя в женском теле, что очень важно, так как мы пришли в женском теле, в этом плащине. Благодарю всех. Благодарю, Наталья. Очень ценно, что ты говоришь, потому что ты сама практика, и ты видишь, чувствуешь на тонких уровнях. Как ты скажи, ты вот, когда на астральном плане работаешь, ты не физическими руками, ты астральными работаешь, да? Сегодня и физически руками мне захотелось прям, я подняла вот где, я чувствовала какой-то такой вот сгустки энергии темной. Я и руки поднимала, и руками, руки на тело накладывала. И еще в самом начале я понимала, что есть страх, но в теле, я хотела понять, где в теле у меня еще есть страх, где вот эти вот. И именно на эти точки я положила центр рук. Сначала как на фантоме своем, потому что это спина и позвоночник было. А потом у меня получилось положить это именно, ну я повернулась на бок и положила именно руками туда руки. То есть это было одновременно... Если ты работаешь на астральном уровне, то там только астральные руки физическими, не представляй свои руки, только астральные руки. Это маленькая тебе подсказка, чтобы к себе ничего не притянуть. А так вообще, да, мы же не можем развернуться там как-то еще. На физическом теле ты можешь руками, либо тоже астральными руками на физическом. Но главное, на астральном плане только астральные руки. Ну в общем, круто. Вот видишь, убираем негативные программы и старые болячки стираем. Ну в общем, я чувствую, что сегодня пойдут очень сильные изменения. Так, кто у нас следующий? Только хочу дополнить, что я тоже вот это вот почувствовала. Лечение позвоночника и тоже убирание старых программ, открытие нового пути. Ну то есть расчистка, распаковка вот именно своей истинной божественной природы, чтобы она нашла анализацию свободно. Людочка, здорово. Ну в общем, потихонечку мы все вспомним, что мы видели. Трудно все запомнить. Девочки, пожалуйста, не стесняйтесь, кто хочет, пожалуйста. Алана, ты здесь? Светлана? Лен, да. Да. Да, сейчас, минуту. Приветствую всех. Я опоздала, ну вернее не опоздала, я позже была, не знаю даже с какого времени. Вот, но девчонки, это было очень мощно, благодарю. Благодарю, это были, это действительно каждый раз другой опыт, да. Так интересно заходить в поле и всегда по-другому. И сегодня, ну вот тоже то, что все сказали до этого, да, Нинель сказала так про каждый инструмент. Мне тоже все откликается, потому что именно так я и ощущаю, да, где возвращают в тело, где идет такая структуризация, где наоборот идут такие волны, и ты превращаешься, ну, изменяешь свое состояние на поточное, да, за границей тело физического ходишь, очень было мощно. И, ну, подтвержу то, что, да, нового ничего не скажу, что была работа с ясновидением, третьим глазом, то есть, да, шли такие пульсации, была работа со зрением, была, у меня вообще была, получается, физическая работа на уровне физики с головой, то есть полностью вот эта область, все доли, ушные, да, каналы, там, именно с головой. И местами я просто тоже куда-то улетала, и удивительные такие были состояния, когда я ощущала себя одновременно разлитой по всей Вселенной, и то, что выходили старые программы, однозначно, да, потому что у меня тоже по телу, вот, знаете, когда ощущение, как, как это правильно сказать, мурашки, да, вот, когда выходит вот эта энергия через негативное, через состояние мурашек, до сих пор от меня, все процессы идут, вот, так что, да, очень было мощно, девочки, благодарю вас, единое поле чувствовалось, невероятные мощные процессы, буду тоже отслеживать, как дальше, благодарю. Ну, Алана, благодарю тебя, вот, знаешь, по ходу тоже, что с каждым разом мы же тоже учимся, да, то есть для нас это тоже новый опыт, вот так, ну, вместе взаимодействовать. Столько много людей, каждый раз новые подключаются, и как поле с нами работает, как оно нас чувствует, как оно нас ведет, и что оно бережно ко всем относится, но каждый раз обороты добавляются, то есть если у нас сначала так чуть-чуть не так, да, сегодня уже так более конкретно, то есть они уже поняли, что нам можно больше дать нагрузку, и они уже, короче, так, но я сегодня поставила им задачу, тоже сказала, пожалуйста, уплотните скорость, чтобы мы вложились полтора часа, но мы так и вложились полтора часа, то есть полчаса у нас было на Ольгу, и вот полтора часа, потому что обычно у нас два часа, да, я говорю, давайте уплотните энергию, скорость повысить, и действительно вложились полтора часа, так что так. Очень мощно было, очень, да, благодарю. Благодарю тебя. Девочки, кто еще? Не стесняйтесь. Доброе утро. Меня зовут Людмила, я сегодня первый раз, вот, но что-то необычно, конечно, сегодня происходило, я на 8 минут опоздала, утром еле проснулась, и у меня в последние дни что-то непонятное происходит вообще, энергии понизились. Я вот недавно зашла на YouTube, увидела видео Нинель, и посмотрела, послушала, у меня были, конечно, очень сильные, мощные энергии проходили, очень, такое впечатление, что у меня почистили матку, пласт сняли какой-то с матки, под пупком сильно болело. Я отзыв написала, но отзыва не было, я потом посмотрела, отзыва вообще не было, вот, куда-то исчез. Что там еще было, я уже не помню, но мощное, мощное очень видео. Потом я еще посмотрела видео, где Нинель обучает дыханию, вот это, где расшатывает тело. У меня это очень часто происходит непроизвольно, но я не понимала, что это такое. Вот, а сегодня, сегодня я сделала упражнение дыхания Ольги, очень понравилось, и у меня энергия, было повышение энергии, такое я живчиком стала. Вот, а потом, ну так, я чувствовала, у меня болели ноги, руки, вот, голова левая, веса. Сок, потом было давление в третьем глазу, сердце немножко, в животе, вот, под пупком у меня, не знаю, что там находится, но вот там у меня очень сильно и остро болело. Вот, позвоночник почему-то я не чувствовала, не знаю, у меня очень больной позвоночник. Ну, я его не чувствовала, а то, что я видела, я вообще не знаю, что это такое было, непонятно. Вот, ну, я дремала, я все время дремала, я не спала, но я дремала. Вот, очищение, конечно, прошло, это я чувствую. И то, что у меня, вот, когда начали звон чаш, забыла, как зовут женщину, Агата. Агата, вот, когда начался звон чаш, у меня вообще вырубила из этого, из эфира я выпала. Возвращалась, звука не было, не слышала, не видела, несколько раз так делала, а потом все-таки попала. Вот, звуковые, вот этот звон я прослушала до конца, начала говорить Нинель, и меня вообще вырубила. Телефон вообще ничего сделать не могла с ним. Я с большим трудом его перезагрузила, и вот опять я вернулась. То, что говорила Нинель, я вообще не слышала. А будет запись или нет, чтобы послушать, что она говорила? Да, запись будет вся, опосуждение будет, не переживайте. Ага, хорошо. Леночка, какие мощные элеги, да, что технику вырубает. Ну, меня прошлый раз тоже выкинуло, понимаешь? Меня только на час выдержали небесные силы, а потом все без меня было. Благодарю вас, благодарю, благодарю. Благодарю, Людмила. Хотела по поводу пупка. Пупок связан со спиной, поэтому дело не в спине, а дело в процессах в вашем кишечнике, в желудочно-кишечной системе, вот этой нашей, господи, желудочно-кишечной системе. Я поняла. Вот, и под пупком именно у вас была точка входа на спину, там, где у вас, у вас же в этом, как называется, поясничная зона у вас болит, да? Да, у меня смещение тазовых костей, в детстве я получила травму копчика, вот, и да, у меня постоянно болит в животе, что-то, да, болит обязательно. В общем, и вам надо восстанавливать желудочно-кишечный тракт, потому что я сейчас вижу, у вас идет этот отрезок, о, боже мой, там действительно, там просто энергия стоит с этого скобчика до крестца, у вас там просто вот мертвая зона, понимаете? Да. У вас там энергия вообще никуда, она не шевелится, она расстыдывает, не венела. Это правда. Работать надо вот с Ольгой, с каналами, у Нинель огромное количество практик. Все, ходите на наши практики, к Нинель, все восстановится. Но вам сначала надо, сейчас восстанавливаем желудочно-кишечный тракт. Я там у себя на канале выставляла Ольга Шишова, я не буду много рассказывать. Я поняла. Эти все нет, я просто за ее подсказки, а вы дальше разбирайтесь. У нее на канале все есть, как массажировать, как вот эту пупочную зону, болезненные точки находить, как их выводить, как их выводить в ресурс. В общем, там все есть. Я буду добавлять, занимайтесь желудочно-кишечный тракт, там спина восстановится сама. Ну, я не скучаю, что там травма была, она, конечно, будет звучать, но последствия можно уменьшить. Благодарю вас. Ниночка, скажи, пожалуйста, по поводу Людмилы. Я еще хочу сказать, у меня вчера, вот допустим, у меня энергии, у меня такое бывает периодически, энергии, как бы снизу идет энергия, сверху идет энергия, они внутри встречаются друг с другом, сталкиваются, обратно отскакивают, и меня разносят во все стороны. Я не собрана, я не знаю, что в этот момент мне нужно делать, чтобы восстановиться. Вот это у меня такие вчера процессы были. Меня бросало из стороны в сторону целый день. Это было вчера, у нас сегодня уже все по-другому, у вас запущены новые процессы. Да, да. Ниночка, прокомментируй, пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. Не слышно. Нина, тебя не слышно. Микрофон включи, тебя не слышно. Почему тебя не слышно? Нина, сейчас, наверное, перезайдет. Короче, что-то я всех вырубаю, наверное. Нет, слушайте, не... Давайте мыслительно направим в русло. Подожди, ладно, да. Идет все нормально, все как должно быть, все хорошо. Так, Ниночку не навылетела куда-то. Людмила, я поздравляю, что вы зашли, что у вас сейчас запущенные процессы, потому что с таким проводником, как Нина, у вас просто все зашевелится, забегает. Плюс еще наши сессии, плюс еще проводники, которые у нас есть тут, вы будете дальше познакомиться, и вы сможете контактировать с любым и находить то, что вам наиболее подходит. И развиваться дальше. Благодарю вас. Я вас благодарю. Пожалуйста, девочки, кто еще хочет, пожалуйста, выходите, говорите. Уже все высказались? Марина, Марина Николаева, ты тут? Ты слышишь? Мариночка Николаева. Да, я тут. Ты можешь тут несколько слов, это наш чудесный проводник, который рисует просто нереальные картины, одну из них мне прислали в Египет, в общем, это моя вот такая жемчужина. Мариночка, скажи, пожалуйста. Да, хочется сказать, и благодарю за такое представление, очень приятно. И вы знаете, у меня сегодня был необычный опыт, даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что сейчас у меня такой период в жизни, когда произошли перемены. Казалось бы, они резкие, но на самом деле еще там полтора года назад было предвидение того, что сейчас я проживаю. И вчера у меня был день рождения, и накануне дня рождения я вообще каталась на таких волнах, я рыдала. То есть, ну вот, я прям проживала очищение, меня так чистили, что вот, ну все, закрыть вот эти все программы и шагать уже дальше. И вчера у меня был подъем, и сегодня я не знала, что у меня получится быть на практике, и так получилось, что я вот прям до самого конца была. И ожидала, что сейчас у меня там такое погружение будет, сейчас много картинок будет, так как они очень ярко мне приходят. Но что произошло? В этом погружении я увидела, ну, что как бы не закрыты еще, не закрыты все те чувства, да, которые важно сейчас прожить. Поэтому сегодня меня накрывало, я плакала, я открывала глаза, мне не хотелось сидеть с закрытыми глазами, мне хотелось двигаться. Потом я вставала, двигала своим телом, да, отдавалась в поток. Потом я была без наушников, у меня была рядом кошка, и ей вот эти звуки, ну, немножко она так их, может быть, пугалась. Ну, как-то она не очень их выносила, и я тут от нее пыталась, значит, убегать в разные комнаты. И потом в какой-то момент я ощутила, знаете, такую энергию, наше единство, как единым потоком. Это такой вихрь, который, вот, в котором я нахожусь, и я ощущаю теплоту, такую, знаете, любящую поддержку. И вот ощущение, что вот грозовое небо, да, и оно так раз и рассеивается, и все проясняется. И ты просто ощущаешь, как будто тебя сам мир держит на ладошках, и тебе так приятно и тепло. И вот я в этом находилась. Мне кажется, я сейчас даже не смогу полностью, вот, передать все то, что было, потому что много всего было. И вот в какой-то момент я просто почувствовала, что я хочу активности. И знаете, что я сделала? Я пошла, налила ведро воды и стала просто мыть полы. И со мной был рядом телефон, я была вот в процессе, но меня вот словно, знаете, ведут высшие силы и говорят, ну, вычищай, давай, вымывай вот прям физически. Бери сейчас и просто делай, иди в активность. И я понимаю, что я действительно сейчас открываюсь для всего нового, и там работа приходит сама. И вот просто сегодняшняя практика, она мне как раз и показала, да, вот это, во-первых, она подчистила все то, что еще где-то там осталось. Вот, вот, обновила мое состояние и дала четко понять про мою активность, ну, направление. Я увидела, что мне, что я, мне сейчас, я, вообще, я ощущаю такое вдохновение на создание новых картин. Я понимаю, что хочется входить, там, в работу с людьми, и, как бы, отклики стали, да, появляться. В момент еще я открывала сообщение, и тут, знаете, как бы, вот в этом всем процессе я нахожусь, и приходит еще, как, знаете, такая подсказка, там, сообщение. Мне пишут, там, какой чудесный проводник, там, и так далее, и так далее. И я просто думаю, господи, ну, как вселенная нас любит, и вот эта забота, она просто льется на нас невероятным мощным потоком. Поэтому у меня сегодня такой необычный опыт, очень мощный, и сейчас очень сильно, да, это чувствуется, я прям чувствую, как во мне энергия, как будто, вы знаете, она рвется наружу, ей не хватает места, то есть мне сейчас вот важно активничать, важно творить, создавать, и я готова туда шагать. Я благодарю сердечно всех сегодняшних наших проводников. Первая женщина, Ольга, да, вроде бы, зовут, правильно я имя произнесла? Ольгу, тебя, Леночка, Агату, сердечно благодарю, и все наше единое поле, оно огромное, оно великое, и просто дарю всем свои лучики утекла, любви, добра, наверное, все. Мариночка, благодарю тебя, больше чем уверена, сегодня у тебя будут тексты по поводу пережитого, да, если у тебя не придут, пожалуйста, пришли, я размещу на канале, хорошо? Да, обязательно. Нужно у тебя образы придут, потому что мы сейчас получили, но оно распакуется чуть позже, наверное. Многослойность, да, это вот такой задел, что как бы мы через это прошли, но вот эту многогранность, да, вот эти слои, 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 они начнут открываться, вот как я сейчас даже, знаете, вижу, ну, розу, да, как вот, как она устроена, вот эти лепестки, вот эта многослойность, то есть сейчас вот как этот бутончик, да, мы вкусили, но вот эту всю красоту, она еще нас ждет. Вот по моим ощущениям, Марина, абсолютно правильно, вот мы сейчас как вышли на новый уровень, на новый, вот, как это сказать, уровень, это как-то жестко. В общем, мы, да, действительно, мы как раскрылись сейчас, и мы входим в расчувствование себя самих и нового пространства, то есть мы вышли сейчас на новый уровень ощущений, чувствований, считываний, то есть сейчас у нас будет эта вся вот Вселенная раскрываться через наши ощущения. Отпустите ум и просто пребывайте в потоке. И что хочу сказать, сейчас будут, энергии будут продолжать идти. Вот для тех, тех, кто был в группе, они будут продолжать, наполнять. И чтобы энергиям помочь, просто выразите намерение на дальнейшее принятие этого потока и работу с вами на том уровне, которым необходимо, да, то есть это уже можете на индивидуальный уровень перейти. На этом сессия не заканчивается, она продолжается, она будет идти столько, сколько вы захотите. То есть вы можете открыться в любое время этому каналу, призвать его потоку, и он будет работать столько, сколько вам необходимо, потому что он активирован для всех. А вот Юля Удалова, ты не хочешь ничего сказать? Юля? Да, конечно, Леночка, у меня же, понимаешь, в чем дело? Сегодня был первый день женских, который у меня пришел, и получается, я расслабилась, чтобы мне не напрягаться. С первых же минут у меня была отключена как-то поясница, у меня все это тело настолько сильно как-то вот помогло мне прийти в такое душевное состояние, которое меня просто расслабило. Я подалась этому потоку, видела, действительно видела красивые, причем накрылась одеялом, вспоминая Нель, думаю, накрылась одеялом, а там такая красота, боженьки, это не описать словами, оно просто великолепное, оно, это потоки, это именно спирали, это какого-то цветных оттенков, синих в основном, каких-то звезд. У меня вообще в последнее время я настолько чувствую луну, она сейчас очень близко у нас, солнце как встает, вот оно, я сегодня наблюдала, как оно наполняет светом всю Землю, и в том числе у меня ощущения внутри такие же, что я наполнена, могу светить, я что-то записывала, и вообще расслаблена. То есть у меня ощущение было, что я вроде как бы в процессе, но многого не запомнила, и по итогу вот записала про эти моменты, и в конце почему-то такая ситуация была, что я видела картинку свободы, людей свободных, мужчин, они во что-то играли, мне кажется, и я к ним подошла, и такая довольная, счастливая, чуть ли не упала к ним на руки, и меня вот этот вот в конце, когда уже музыка прекратилась, я ощущала, как меня держат на руках. То есть это такое ощущение, которое я испытывала только там в, наверное, в тренинге такое делают, как это, колыбель называется, колыбель такое делают, и вот такое же ощущение я сегодня испытала в конце, и сейчас в благостном состоянии буду наблюдать за собой, за потоками, я очень стала благодаря вам чувствовать энергию, очень, настолько это прекрасно, настолько все красиво, настолько возможно, и дай бог, да, каждому, в общем, благостное время, благостное место, я вас люблю всем сердцем, не знаю, почему видео не получается включать, но я вам передаю свои энергетические потоки счастья, да, и сострадания, потому что очень много, очень много внутри сострадания к людям, и это прекрасно тоже. Да, спасибо, Леночка, спасибо, Агаточка, девочки, до новых встреч, всем благодарность. Ниночка, ты хотела бы что-то дополнить еще? Так, я появилась? Да. А то меня вырубила, вообще не могла зайти обратно в группу, наверное, минуты две я сейчас добавилась. Нет, я просто еще раз хочу вас поблагодарить, и благодарю за это поле созданное, за вашу проводимость, за то, как вы одариваете нас своими дарами. Вот, еще раз всех благодарю. Благодарю, Ниночка, благодарю за твое присутствие, и надеюсь на дальнейшее наше взаимоотворчество. Да-да. Агата, скажи что-то, can you tell a few words on Russian, English, what? Do you like? Очень мощная энергия сегодня. В моем голове, я чувствую, особенно в моем голове, я чувствую это. The big, the huge pressure, я не могу объяснить это, но энергия работала в моем голове, внутри. And I was feeling this by the very huge pressure. Maybe you can explain it to me, what it was. First of all, it's a pressure of your channel, because you became very strong conductor, and you receive and provide a huge amount of energy, that's why. So, you're just feeling energy, and your channel became wider, and more powerful, that's why. Congratulations. Congratulations. That's nice. Nice to hear that. Yes, thank you. Агата, спасибо большое тебе. Thank you very much for our meeting, for our common session, because we are together creating what we have now, and we have a lot of beautiful results. and I hope for future we have more people who join us for healing themselves and for healing the planet. if you have a question, do you want more to see them as I want me to tell you? Не просто как мы проводим энергию, потому что здесь очень много всего проводится. Исцеление, настройки, активации, очень много всего. Поэтому вложиться в час просто как бы не получится. Может быть мы когда-то выйдем на тот уровень, когда мы уже сможем получать все в доле секунды. Но пока нам надо еще нашим телам суметь подстроиться и принять это все. Поэтому если вы все уже насладились нашим путешествием, нашим погружением, тогда я благодарю вас всех вместе с Агатой. И тогда прощаемся и до скорой встречи. Мы так думаем, что наши встречи будут по четвергам и скорее всего в это время, где-то в 10 часов по Москве. Если вы согласны, тогда напишите в своих комментариях, что это вас устраивает потом на канале. Ну что, тогда всем пока-пока, да? Всем пока-пока. Пока-пока. До скорой встречи. До скорой встречи, дорогие родные, светлые души. Пока-пока. Благодарю. Благодарю. До связи. До связи. Благодарю. До связи. Благодарю. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...